На курорте Кубок России по настольному теннису проводится третий год подряд, но на этот раз спортсмены со всей страны за столы встали в новом спортивно-тренировочном комплексе Югспорта, кстати, построенного по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта. Условия, отмечают судьи и участники, отвечают международным стандартам. Дотянуться до этого уровня стремятся и сами теннисисты. Этот турнир для них своеобразная тренировка перед чемпионатом Европы, который пройдет в Екатеринбурге с 24 сентября. Там у спортсменов будет возможность отобраться на 31-е Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Именно некоторых лидеров уже известны, в их числе Федор Кузьмин. Сегодня он играет за сборную Оренбургской области, но уже буквально через две недели ему придется защищать честь триколора. В связи с тем, что будет как раз предстоящий чемпионат Европы, не все самые сильнейшие приехали сюда, но все-таки турнир очень сильный. И много кандидатов и членов сборной команды страны присутствуют здесь. Мы развиваем свое мастерство и думаю, что скоро у нашей страны будут медали. Действительно участвовать в Кубке России приехали не все сильнейшие теннисисты. Тренеры посчитали, что им важнее присутствовать на сборах, которые сейчас проходят в городе Броннице. Эти же ребята – ближайший резерв сборной, среди которых также немало центровых игроков. Если говорить о лидерах, то это традиционно команды Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Нижегородской области. Это там, где культивируют настольный теннис и где очень сильные школы, которые готовят сильных спортсменов. И шансы попасть на Олимпиаду есть у каждого. Главное – трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Финальный этап Кубка России по настольному теннису в Сочи пройдет 14 сентября. Женские и мужские команды встретятся в поединках за первое место. Ольга Десятого, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.